Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. В режиме ЧАЭС специальная краевая комиссия отправилась сегодня в камень на обеих. Ждать ли тепла в домах? С новым сердцем. Что мешает кардиохирургам региона поставить операции по трансплантации сердца на поток? Еще зрелищнее, еще масштабнее, что стало главным призом в киберспортивном турнире Алтай Оупен Кап. Специальная комиссия правительства Алтайского края сегодня экстренно выехала в камень на обеих. Напомним, накануне там был объявлен режим ЧАЭС, поскольку город не готов к отопительному сезону. В Рио губернатор в беседе с журналистами заявил, что ситуация в камне находится под особым вниманием краевых властей из-за сложившегося там кризиса в системе муниципального управления. Подробнее Илья Кочетков. Возглавил комиссию председатель правительства края Виталий Снезарь. Также в нее вошли руководители Краевого министерства строительства и транспорта, управление по промышленности и энергетике, специалисты Краевого МЧС. Как поясняет пресс-служба правительства региона, комиссия оценит состояние всех систем жизнеобеспечения города в преддверии отопительного сезона. В администрации камня на обеих нам подтвердили, что комиссия работает, но более полной информацией поделиться пока отказались. Итогового заседания комиссии еще не было. Назначено на 16 часов. Когда будет решение комиссии принято, тогда и будет понятно, помогла приезд комиссии. Как помог и какие можно сделать из этого выводы. Напомним, несмотря на приближающиеся холода, уголь в котельные камни на обеих не завезен в полном объеме. Прошлой зимой его жгли больше из-за плохого качества, а в домах жителей температура не поднималась выше 15 градусов. Поставщик угля в этом году не изменится. Сейчас решают вопрос поставки первых 13 тысяч тонн, а нужно 50. Более того, на существующий МУП оформляют банкротство. Долг компании составляет 100 миллионов рублей. Сейчас в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. По другим районам края, по словам Рио, ситуация с подготовкой к зиме не вызывает опасений. В частности, крупнейшее в регионе предприятие теплоэнергетики, Барнаульская ТЭЦ-3, уже запасла порядка 300 тысяч тонн угля, при норме в 90 тысяч тонн. Норматив мы сейчас превышаем в 300, то есть процентов сейчас нормативного объема. А максимальные вместимости, ну, за мою бытность, то есть 20 лет работаю, первый раз такие объемы вообще по углу. Всего же в крае на предприятие большой энергетики на сегодняшний день завезено более миллиона тонн угля. Это более чем в три раза превышает нормативные требования. В целом, котельные регионы загружены на 75%. Полностью закрыть потребности власти края планируют до 15 сентября. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Президент Владимир Путин поручил правительству России поддержать планы развития Алтайского края. Сегодня информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона. Подробности встречи с президентом, временно исполняющий из обязанности губернатора региона Виктор Томенко, рассказал журналистам в ходе посещения Барнаульской ТЭЦ-3. Напомним, 31 августа Виктор Томенко на встрече в Кремле проинформировал главу государства о положении дела в Алтайском крае, рассказал о планах и проблемах. В частности, речь шла о неудовлетворительном состоянии сети автомобильных дорог региона. Для приведения их в достойный вид без целевой поддержки со стороны федерального центра не обойтись. Сегодня мы на содержание и ремонт автомобильных дорог краевых тратим порядка 6 миллиардов рублей. Такие средства можем себе позволить, такой объем расходов. Надо их увеличивать кратно, поэтому я попросил о возможности поддержать хотя бы удвоение объемов финансирования. По словам Виктора Томенко, президент дал поручение Минтрансу рассмотреть варианты поддержки края. Также наш регион может рассчитывать на помощь в ряде других сфер. Например, на закупку нового медицинского оборудования. Тамографов и анеографов потребуется порядка 300 миллионов рублей. Еще столько же на закупку выставочного оборудования и оборудования для хранения фондов для Государственного художественного музея. Кроме того, президент дал поручение включить Барнаульский аэропорт в план модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года. Уже в следующем году начнутся проектные работы реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулевых дорожек и перронов. Всего на реконструкцию инфраструктуры аэропорта понадобится около 4 миллиардов рублей. Алтайские аграрии активно приближаются к 2-миллионной отметке по объему сбора урожая. Несмотря на затяжную весну и трудности посевной кампании, уборочная показывает неплохие результаты. Уже в первые дни валов сбор культуры превысил показатели прошлого года за аналогичный период. По оперативным данным Минсельхоза региона, свыше 500 тысяч тонн составляют озимые культуры, остальное – преимущественно кормовые и зернобобовые. Наилучший результат показали фермеры Косихинского, Советского и Зонального районов. Сейчас аграрии рассчитывают на сухую и теплую погоду, которая позволит нарастить темпы уборки. Добавим, что в 34 районах края уже начали сеять озимые культуры. У жителей края есть еще день, чтобы подать заявку для голосования по месту нахождения, а не прописки. Этим правом уже воспользовались почти 11,5 тысяч человек. Напомню, выборы губернатора края пройдут в воскресенье, 9 сентября. Сейчас на избирательных пунктах идет монтаж оборудования, в частности металлодетекторов. О стопроцентной готовности участков можно будет говорить к концу недели. Начиная с пятницы уже также все помещения будут проверяться на предмет соответствия технологическим требованиям по камерам для веб-наблюдения. В субботу, 8 сентября, все 200 избирательных участков будут проходить режим тестирования комплексов обработки избирательных бюллетеней. По традиции, жители трех отдаленных алтайских сел голосуют заранее. Это Тегерека-генералка в Краснощуковском районе и Кедровка-Ельцовском районе. Досрочная процедура на выборах краевого значения не предусмотрена. Ирина Акимова подчеркнула, что в интернете появилось вирусное видео, на котором жители якобы учат голосовать, а именно ставить галочки напротив двух и более фамилий или выражать свое решение рисунком. Такое волеизъявление будет считаться порчей бюллетеня, заявила председатель краевого избиркома. В целом, порядок проведения единого дня голосования на Алтае теперь будут контролировать и наблюдатели от общественной палаты края. Это больше двух тысяч человек. Тот, кто сомневается в прозрачности подсчета, сможет проследить за процедурой по онлайн-трансляции. Она начнется в 20 часов 9 сентября на сайте Наши выборы 22.ру. Не хранить донорские органы, а трансплантировать. На этом настаивают алтайские медики. Напомним, кардиохирурги Краевой клинической больницы полгода назад впервые провели уникальную в истории края операцию пересадку сердца. Сейчас счастливый муж и отец чувствуют себя хорошо. Но с тех пор врачи больше не брались за подобную практику, хотя в листе ожидания ежегодно до 10 пациентов. Подробности у Валентины Аскеровой. О том, что Виталий пережил сложнейшую операцию, напоминает лишь рубец на всю грудную клетку. Два года назад 46-летний житель Алейска пережил инфаркт. Мужчине срочно потребовалась пересадка. Виталию повезло. Новое сердце нашлось всего за пару месяцев. Алтайские кардиохирурги экстренно провели операцию. Дебют оказался успешным. Сердце прижилось. Теперь Виталий живет полноценной жизнью. Путешествует, ведет хозяйство и радуется каждому дню. Не разделяя свою жизнь на до и после. Я себя сейчас чувствую так же, как и раньше, как до инфаркта. Так же на машине ездил. Просто физическую работу поменьше делаю, полегче. Супруге больше достается физическое. А остальное все то же самое. Сегодня в Краевой клинической больнице Виталий проходит плановое обследование. Показатели в норме. Но чтобы и дальше все шло как по маслу, пациенту придется пожизненно наблюдаться у врачей и постоянно принимать медикаменты. Оторжение не имеет границ. Она одинаково длится как через 15 минут после пересадки, так и через 50 лет. Это одинаковое. Все, прозевали и все. Трансплантация – это всегда лотерея, говорят медики. Здесь нет очередности. В листе ожидания Виталий был крайним, но донорское сердце подошло именно ему. Другие до сих пор в ожидании. Прямо сейчас в очереди на пересадку сердца 4 наших земляка. Ежегодно мне нуждаются около 10 жителей Алтайского края. Наши кардиохирурги в силе проводить до 5 подобных операций в год. Но выполнять даже эту планку они не могут. И дело не во врачах, и финансировании. Это все есть. Главная причина – катастрофический дефицит донорских органов. Это огромная проблема. И проблема в мире это существует. Конечно, впереди развитие и Сибирского банка органов, и обмен с Новосибирском. Он существует у нас. Это вообще изумительная ситуация, если мы начнем подходящие сердца им отдавать, а не нам. Но чтобы в стране, и в частности на Алтае, развивалась трансплантология, нужно прежде всего прививать к культуру донорства, настаивают медики. Ведь наши соотечественники даже в случае смерти не готовы отдавать органы на трансплантацию. Для сравнения, в Европе или Америке отношение другое. В некоторых странах на водительских удостоверениях даже есть графа «я согласен стать донором». Виталий выиграл в эту лотерею и теперь точно может сказать – в 46 жизнь только начинается. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Сергей Каменский, наш земляк, стал чемпионом мира в стрельбе и с пневматической винтовки. Впервые за свою карьеру он завоевал золото в личном зачете. Соревнования по стрелковым видам спорта проходят сейчас в Южной Корее. В финале бейчанин уверенно держался в лидерах, но допустил единственную осечку, которой воспользовался соперник из Хорватии. Счет сравнялся. Все решил последний выстрел. В результате Каменский стал лучшим в своей квалификации. К сожалению, узнать лично, какие эмоции испытывает спортсмен, не получилось. Чтобы сосредоточиться, он отключает телефон. Впереди еще несколько упражнений. Однако уже сейчас известно, что победа Каменского на чемпионате мира в Южной Корее принесла России лицензию на Олимпийские игры 2020 года. Они добывают лицензию для страны. Вот так же, как и Виталина Бацарашкина, и Артем Черноусов до этого стрельбей с пистолета завоевали лицензии. Это еще не означает то, что именно они туда поедут. Потому что в 2019 году уже начнется отбор на Олимпиаду, и кто будет сильнее, тот и поедет. Ну а Бийск становится киберспортивным центром края. Там во время масштабного турнира Алтай Open Cup, который проходит при поддержке фонда Александра Прокопьева, выявили сильнейших сразу в нескольких компьютерных дисциплинах. Это уже вторые по счету игры и первые официальные на Алтае. Это значит, что теперь каждый победитель может получить спортивный разряд. Наша съемочная группа специально отправилась в Наукоград, чтобы лично наблюдать за ходом ожесточенных баталий. Здесь, как и в реальном бою, важна каждая мелочь. Скорость, реакция, подбор оружия и, конечно же, тактика. Последнему пункту геймеры уделяют особое внимание. Тренировки по несколько часов в день. Отсюда слаженность действий. В противном случае, как тут говорят, ты лузер. Проиграли в один раунд буквально, и все. Разница в один раунд была. Тоже враги были намного сильнее нас. Понимание игры в нашей команде, так скажем, месяц буквально, может даже меньше. У них, наверное, сыгранность лучше, у нас похуже, вот поэтому и проиграли. Еще зрелищнее, еще масштабнее. Алтай Open Cup собрал сильнейших со всей Сибири. Приехали даже гости из Красноярска. Зачастую эти команды фавориты. Ребята, похоже, целыми днями не расстаются с мышкой и клавиатурой. Например, когда мы играем в других команд, я не вижу в них, например, что они тренируются усердно или что-то продумывают. Мне кажется, они просто так играют. В качестве поля боя новый клуб уже второй такой в Бийске. Больше пространства, больше возможностей. Игровая зона стала шире. Вот этот угол, который с виду напоминает чем-то кинозал, тоже увеличился в размерах. Отсюда больше зрительского интереса. Нужно расширяться уже в другие города, где-то развивать. Потому что Бийске уже киберспорт относительно хорошо развивает. Команд очень много, ребята играют, тренируются, чего-то добиваются. А вот так вот смотришься она по другим городам. Ну, как-то слабо развивает. Даже тот же на Сибирске их не так много. Гранд-финал. До этого соперники виделись исключительно в виртуальной реальности. Сквозь сито отборочных этапов в Наукоград приехали шесть команд. В каждой по пять бойцов. Зарубились одновременно в трех видах игр. Если у него хочется дача помощного мультимейта, нет ничего. Кроме Айсармора, которая поддерживает, не имеет никакого смысла. Из Ванкувера и сразу же в Бийске его зовут Кристал Мэй. Это там, в виртуальной жизни, в реальной Дмитрий. На языке геймеров он стример, в переводе – комментатор. Вся главная проблема уже в командных видах спорта – это взаимоотношение людей. Кнопки нажимать может каждый. Кнопки нажимает вообще совершенно каждый. Кого угодно спросить. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но, в общем, мы в целом все на одном уровне. Вопрос именно в том, как ты относишься друг к другу. И когда ты относишься друг к другу максимально подружески, когда у вас комфортная атмосфера внутри команды, вы готовы экспериментировать, вы готовы побеждать. Это самое главное. Это то, что происходит во всем уровне, на интернациональном уровне точно так же. Виртуальные бойцы нередко обижаются, когда их увлечение называют игрой. Тем более сейчас, когда в стране действует закон о киберспорте, просят называть себя исключительно спортсменами. С этого года у участников Алтая Open Cup появился дополнительный стимул. Вот наше уже традиционное мероприятие является первым официальным турниром, первыми официальными соревнованиями по компьютерному спорту на Алтае. Что в этом важно? Сегодняшние победители, которые показали лучший результат, победили, смогут подать свои заявки на присвоение им спортивных разрядов. Это началось буквально с этого года, поэтому, на мой взгляд, это такая важная составляющая в мире компьютерного спорта. По итогам сражений большинство разрядов смогут получить представители Красноярска. Отдельный приятный бонус для всех финалистов от организаторов турнира фонда Александра Прокопьева призовой фонд, который в этом году равен десяткам тысяч рублей. Как теперь говорят сами участники Алтая Open Cup, это турнир реальных возможностей. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости. И еще о спортивных победах. Алтайский спортсмен стал серебряным призером на международных соревнованиях «Погребли» на Байдарках и «Канои». Турнир прошел в минувшие выходные на московском Гребном канале. Участие в нем приняли больше 350 спортсменов из Испании, Португалии, Литвии, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии и России. Алтайский спортсмен Кирилл Липунов завоевал серебро турнира. Он совместно с тремя спортсменами финишировал вторым в финальном заезде «Байдарок-четверок» на дистанции 500 метров. Напомним, 21 и 22 сентября международные соревнования «Погребли» на Байдарках и «Канои» примет и Барнаульский грибной канал. За чемпионский титул сразятся около 50 титулованных грибцов из 25 стран мира. На территории водоема уже установили высокотехнологичное оборудование, появилась разметка, автоматическая стартовая и хронометражная система. Комментировать соревнования приедет Дмитрий Губернов. И в завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 5 сентября в крае переменная облачность, возможны дожди и ветер юго-западный умеренный. В Заринске 15 степла, в Бейске и Рубцовске камни на Обейславгороде 16, в Змеиногорске плюс 17. В Барнауле тоже дождливо, ночью прохладно. Около 8 тепла, днем воздух прогреется до плюс 16. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.